Приветствую вас, давайте разберём ваши вопросы. Интересует тема человеческого общения. Мне 30 лет, но данные навыки плохо развиты. В принципе, я спокойно могу общаться с человеком в переписках. Развязываю различные темы, но когда дело касается живых встреч, язык получается в одном месте. Мне не страшно, я не стесняюсь, но в эти моменты в моей голове настолько пусто, что мне не о чем разговаривать с людьми. Как натренировать навыки общения. Или может есть еще какие-либо способы снизить значимость момента тишины. Заранее, благодарю за ответы. Ну что же. Начнем, пожалуй, с более-менее простого. Допустим, у вас есть такая особенность, что вы молчите. И сама по себе такая особенность, на мой взгляд, есть у многих людей. Вообще, если говорить на чистоту, то, по моему мнению, в любом общении в той или иной степени интенсивности присутствуют моменты, когда люди ничего не говорят, когда появляется тишина. И, на мой взгляд, это абсолютно естественно, потому что человек как бы не может все время генерировать какие-то идеи, не может все время генерировать какие-то идеи. Какие-то темы для разговоров, то есть наступает пауза. Это нормально. И, в общем-то, люди так устроены, что пауза в настоящий момент считается чем-то не очень хорошим. И самый лучший способ обратиться с этим, это, пожалуй, поставить человека в известность относительно того, что у вас есть такая особенность. То есть, буквально сказать ему о том, что знаешь, я испытываю чувство пустоты в голове и не знаю, что сказать. Такое у меня бывает. Парадокс и хитрость заключаются в том, что говоря это, вы уже что-то говорите. Когда у вас происходит это, это, вы об этом говорите тоже. То есть, вы это выражаете, вы это вербализовываете. Это очень важный момент. Вербализовать то, что вы чувствуете, вербализовать то, что с вами происходит, крайне важно. Следующий момент. Следующий момент. Конечно, пустота является психологической защитой. Это факт, с которым, я надеюсь, вы не будете спорить. Вне зависимости от того, что там, вне зависимости от того, что представляет из себя ваше молчание. То есть, вне зависимости от того, стесняетесь вы, не стесняетесь вы, боитесь вы, не боитесь вы. Это совершенно не важно. Абсолютно не важно. Главное, что эта пустота присутствует, пустота призвана что-то защитить, что-то вытеснить и так далее. К сожалению, это факт. Пустота призвана от чего-то человека защитить, поэтому её нужно поисследовать, эту пустоту. Потому что пустоты не бывает. В субъективной реальности человека пустоты не существует. Не может быть пустоты. Может быть что-то, что мы вытесняем. И вот как мне кажется, наша задача заключается в том, чтобы увидеть, что вы вытесняете через свою пустоту. Точнее, на что вы не обращаете внимания в пустоте. Вот это, как мне кажется, очень важный момент. Если к этому присмотреться, а присмотреться вы можете к этому с помощью психолога, например. То есть психолог поможет вам это увидеть. То я думаю, что вы сможете, ну, хотя бы, хотя бы начать это выражать. Хотя бы начать об этом говорить, хотя бы, выводить, потихонечку выводить это из, скажем так, зоны неосознанного. Как вы это делаете сейчас. То есть сейчас это все-таки больше зона неосознанного для вас. И само по себе, я думаю, вы с этим согласитесь, что само по себе, может быть, это не страшно. Но, поскольку вам это мешает, поскольку это мешает вам, ну, выстраивать отношения, такие, какие бы вы хотели. То я полагаю, что с этим нужно что-то делать. Далее. Очень важно, конечно, понимать, для чего вы общаетесь. Вот. То есть очень важно понимать, зачем вы общаетесь. Очень важно понимать, чего вы хотите в общении. Очень важно замечать, что вы хотите сказать, ну, человеку. Вот. На мой взгляд, это также поможет вам помочь. Вот. Потому что если, ну, давайте скажем честно, что если вы будете общаться с человеком, сами не зная зачем, сами не зная с какой целью, сами не зная для чего, то естественно, что будет возникать пауза. То есть они так и так будут возникать. Но в таком случае их будет, конечно же, больше. И это нормально. Поэтому необходима цель. Необходимо хотя бы понимание того, что я хочу получить от общения. Следующий важный момент. Общение. Ну, любое общение вообще. Общение связано с тем, что человек себя, скажем так, репрезентует. То есть человек себя демонстрирует. И наша задача заключается в том, чтобы увидеть, когда вы сталкиваетесь с проблемой демонстрации себя. То есть когда вам, ну, сложно. Когда вам сложно себя демонстрировать. В какие моменты. То есть это про оценку. Вот то, что вы описываете. Это про оценку себя. То есть здесь вы вот таким образом относитесь довольно негативно к самой себе. Вот. Потому что в виртуальном общении, на мой взгляд, вы находитесь в безопасности. А что касается общения реального, тут вы в большей опасности находите. К сожалению. И вот с этим, на мой взгляд, и нужно работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.